анатолий васильевич привет тут ходят слухи что ты начали своей карьеры автомеханика занимался разборкой двигателей от киа спектра но было давно давно сколько уже уже лет лет 10 назад может надо разобрать двигатель посмотреть много клиентов интересуются из чего они сделаны и чего его разбомбить надо так это у нас и спектру объем 16 двигатель с 6d 101 лошадиная силу насколько я знаю насколько я знаю и отзывы людей есть я знаю что этот движок на автомате не тянет вообще и тут один момент что каждый там 40 тысяч надо менять обязательно оригинальный ремень грм при обрыве ремня грм на этом движке а что происходит до регламента регламент у нас там допустим 80000 но уже на 60 или на 50 он может оторваться он обламывает клапана клапана падают вниз врезается в поршень потом все это сыпется вниз туда и замешивается в карту многие это знают многие сейчас мои слова узнают то есть на себе они прошли через это что это как это происходит вы ехали ехали на просто заглохла и мотор в кашу то есть вот он движок ну давай давай разберем че посмотрим этот мотор оригинальный это прям стопудово то есть не китайский и эти же движки я ставил также 9 и 10 лет назад я начал можно сказать свою работу и такие спектра киев рио мое мнение вот по двигателям которые идут завода не мотором даже от запчастям они лучше насколько я знаю насколько то есть практика мне показывать запчасти которые идут в продажу то есть они в лучшем случае второго сорта а то и третьего и 4 ну и чё спрашивают чё говорят нет десять лет назад он не изменился нисколько ломать не строить добро дали поэтому разберем слушай нам надо огромную коробку в которой мы сейчас все кинем все эти болты а вот синенькая а в синей что-то есть вот синий давай вот это и тут че было тут была крышка потому что этот мотор я так понял если мы сейчас разбираем то он уйдет в разборе то есть будет разобран о ты представляешь я забыл правда насколько там 14 все вот и написано помимо того что я допустим вот прошел помимо того что здесь обрывает ремень и разбивает здесь еще есть такая проблема как происходит она в основном на автомате это зажимает полукольц на коленвалу каким-то образом там гидротрансформатор начинает болтать колено изнашивается вкладыш осевого потом он заскакивает под бугель и там все это заворачивает ну и либо блок либо мотор под замену что-то такое то тоже было здесь довольно часто происходило такое что вот он коренвал соличек все четко так это нужно все тут и разбирать так разбирать что будем полу сюда а но вал поршня ну да посмотрим так вот это тоже сейчас трубочку точно там же есть масло там в этом двигателе идет транспортировочное масло все но там точно 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 сделаем что-нибудь по пути там да сейчас все скинь гаечки на 8 я сразу конфискую такой ценный верен ты ты будешь как будто антифриз был датчик распредвала детонации так право да многие люди даже приезжали говорят смотри сейчас глушу мотор и услышишь такой грецит как от кипячего чайника и идет расход масла после замены двигателя или ремонта двигателя я говорю друг я тебе сейчас точно скажу что делать вот эти два шланчика местами щелк и готова поехали дальше опаньки термостат 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 но я думаю тут то не буду писать киев hunday 88 градусов открытие все новенькое так провода провода здесь есть такое вот при установке когда я допустим ставил и сейчас до сих пор до у нас меняют ребята двигателя есть такой момент если двигатель не заводится крутится вы поставили вот этот мотор неважно даже акцентов ски если вы заводите и нет компрессии не пугайтесь если допустим он схватил завелся там на трех цилиндрах и один не работает не пугайтесь тоже потому что это гидрокомпенсатора длительного стояния они разрядились нужно время чтобы поработать и закачается и все опять станет норму это я вот с таким сталкивался не неоднократно то есть с моторами если на спектре еще более-менее было с новыми движками то на акценте это прямо было сплошь сейчас форсунки с ними покажем раз взялись электро это вообще непонятно зачем это открутил ломать не строить поэтому ковырялочка новая красненькая как а не знаю чех короче когда люди стали искать цеху и кричали горчая чай игр моя теперь мне есть над ним а я с проводкой вот этой конечно я никогда не встречался что-то не что-то ломалось ничего не изменилось абсолютно ничего не изменилось проводка здесь кстати проводка есть мотор когда приобретаете не буду врать не помню там есть проводка с датчиком под вот этот вот длинный короче такая штука вот так он стоит здесь и вот здесь на лонжероне получается стоит какая-то хрень тоже частотная для форсунок стали булочок так не помню вот у тебя еще такое вот и если он он бывает два вида есть этот датчик и нету этого датчика поэтому если вдруг вы приобрели моторы у вас там допустим его нету а то вам надо будет переставить свой жгутик он это легко делается представляете свой жгут и все и делов пять минут то есть тут абсолютно очень сложно вот заслончику ну-ка об море туда нет такой же мотор ничего не изменилось вообще ничего не вижу ну очень-очень давно ничего не делал форсунки ничего не ржавое прям все 0 так хочу откручиваем коллектор и выкидываем заслонку ничего не надо там людям не интересно где-то было головка которая была ладно я надену головка я когда именно сейчас работаю дизелями у меня эти гаечки вообще прям просто просто дефицит потому что у людей там стоит черт знает прокладочка не снялась коллектор все отлично все шикарность вот там тоже все свечи что-то фильтр хотела прикрут посмотреть не буду отворачивать даже портите я не помню что генераторы на спектр довольно часто насколько я помню довольно часто выходили строим меняли я даже менял их без съема вообще без съема всего прям туда залазил вниз и вытаскивала прям то есть не нужен был ни подъемник не данк рад ничего не надо было вообще прям не знаю что тут можно то есть что можно сказать что здесь подделка или что-то мандо потому что подделку принципе видно сразу вот подделку видно сразу а тут видно прямо вообще все чутенько то есть не знаю кто говорит это мотор точно тот же стоя и ставил 10 лет назад ничего не изменилось так что там у нас дальше то грм-ка шкив коленвала тоже с демпфером на резину я не помню чтобы они рвались может сейчас говорю там пришло время и начали не рваться а щуп кстати спрашивают часто еще спрашивают крышку верхнюю вот из-за этой штучки куда крепится щуп ну в мое время так было сейчас не знаю у меня была такая тактика люди которые постоянно не обслуживались я говорил так ребятки говорю там 40 45 мы меняем грм и через там 80 90 мы меняли грм вместе с помп ремешочек сейчас я покручу что там на ремешочке направление есть все компрессии есть как говорится муха здесь не сидела прекрасно выглядит не знаю кто это что говорит но тут докопаться не не до чего абсолютно нет ничего на крышках что-то есть время такое суши не нос согласен сейчас под подделки очень много помощь согласен сейчас моторов китайский прям овощи так грымся с ним так если сделаю они слабенько завода если вы были бы сильно затянуты то надо было воспользоваться специальной штучкой держателем ролик вообще прям просто шикарный вон корея написано внутри вон киа написано джемби именно фирма джемби делает ремни ролики для то есть двигателей неважно там дизельный грм вообще все оригинал везде промна на каждой то есть вещица здесь стоит свой знак качества этом как можно сказать что здесь что-то ну там тоже есть корея и тоже не значок и а и вот вижу все есть наружу то есть это у нас натяжной ролик ну опять же вот все снимается прям руками просто шикарно все хорошо 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 а еще наши какие были случаи когда ребята которые меняли моторы но они массово тоже шли когда в мое время менялись помимо того масло вливали еще думали что нет и херачили прям по самую крышку влеть масло конечно было весело ничего буду все сливали и заново другое масло это у нас транспортировочное для холодной обкатки масло которое у двигателя идет тени пахнет почти как подсолнечный датчик распредвала когда я начал работать с дизелями и оказалось я вот этот датчик распредвала выручил не один раз мне он подходит на киа бонга 2 и 9 движок карнивал то есть часто выходили не строй и вот от киа спектр я вам ставил на дизель 2 и 9 прям отлично подходит он не выручал много раз слушай надо как-то вот такого чтобы получите когда нас потом замучает бежать опору 4 нет 3 зачем 3 зачем еще здесь не обращал внимание никогда раньше зачем это нужно слушал вообще на самом деле мнение расходится туда согласен просто у меня было много-много клиентов сейчас я говорю просто я перестал делать и отдал своих клиентов другим людям и потом они вообще перестали есть поддоны кстати довольно часто спрашивают отдельно не знаю что с ними делают что-то погребы только что уточнили по поводу гарантии гарантия два месяца на установку то есть поставили катаемся на двигателе есть момент иногда иногда то есть если там нехват покупаете столбик отдельно или покупаете допустим делайте свой там головку блок много-много раз было когда такое происходило много прям есть такой момент при этом двигателе вот когда разбивает поршня их осколки поршней засасывает в коллектор вовнутрь и они валяются там и допустим люди приезжали да и мы ставили мотор и они говорят у нас пошел стук и мы снимали разбирали головку и там поршни валялся кусок от старого поршня который был в коллекторе то есть берешь коллектор вот так вытряхиваешь а там поршня лежат куски если вдруг разбила мотор то обязательно коллектора смотрим таких случаях прям масса была так как как я даже уже забыл вообще какой-то разбирать неудобный слушай мы его как-нибудь положим я не знаю что нибудь слушай сейчас только эти сниму катушки катушки осмотрит смотри какая смазочка корейцы и пахнет ржавчина там по крайней мере нет конечно на такую вилку специально нара какой-то вытаскиваешь а сейчас выкрутим свечи конечно складывать какую-то коробку но я все это так слушай давай пускай я буду укладывать его сюда вот на эту штуку буду укладывать какой-то неудобные при разборке вот сейчас что-то будет давай-давай-давай еще чуть-чуть еще чуть-чуть так что там густо густо лапчатый здесь этот фитинг лег и все легло а давай поддон откроем отсюда здесь подойдем поддон у нас как раз удобно болтов больше чем грандстар он алюминиевый для алюминиевых поддонов они получается по структуре в отличие от железных то есть они более толстый и болтов как правило не надо целую кучу не знаю зачем они здесь наделали целую кучу ну с чем его а вот это вот ковырну я нашел способ вот еще мне был один косяк короче я собрал кому-то давным давно собрал и короче у меня потекло масло я потом снимал заново поддон оказывается я забыл вот эти резиночки вот они вот так комплекте идут а я поставил все на герметик а их не поставил такой у меня был горький опыт вот он впереди и сзади если они в комплекте идут масло приемники не помню чтобы кому-то нужен был так что нас масляный насос перебирали потому что бывало так что при ударе била только поршня но шатуны коленвал все было цело то есть но снимали мерили на прогиб шатунка конечно же проверяли все и делали то есть меняли поршня по разному удары всегда были разные но большей части это печальные случаи были масляный насос . все прекрасненько выглядит человек человек чирик 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 вот диски это же вот насос ну с насосами я не помню что вот тоже какие-то проблемы были вот меня всегда поражало то что здесь пусть скажем 10 болтов всего на клапанной крышке но прокладка никогда не текла здесь то есть клапанной крышки болтик все уже теперь в поршнях лет то есть она через такое расстояние огромное но не бежала то есть я не помню чтобы мы там массово меняли эти прокладки то есть или крышки вот он красавчик все тут шикарно головку можно открутить не снимая постели распредвалов постели распредвалов вот это желтенькое это лактайт то есть это своего рода герметик который используется для очень тонких таких моментов вот эти два передних болта они короче чем все остальные 8 и когда получается короткие вкручивали сюда все притягиваться длинные вкручивали туда и проходила вот сюда насквозь то есть помпу болт вот он видите отлив вот он раз отлив и 2 вот ключик дай мне все вот теперь дают болта и здесь так же андро хотя точно есть дай многогранку длинную на 12 давай пойдет костяновская не уголовку открутить прям 5 секунд и все я дам ты вот же на стоит у тебя вот же он стоит отчеты но я вижу только думаю что ты не даешь мне не правильно правильно так даже болты эти можно будет даже использовать потом второй раз ты все-таки требуется такой момент при новой головки или рабочей головки чтобы ее не повело но это как производитель то есть откручивать все-таки по следствии порядке чик вот теперь один короче другого то есть и вот болты путают не обращали внимание на это и многие запороли свой блок так болтик который лежал это вот свечки клапана то есть вот они открыты значит гидрокомпенсаторы то есть по идее здесь должно быть открытых больше но открыты только два цилиндра то чуть-чуть это говорит о том что за время стоянки он немножко просел то есть гидрокомпенсаторы единственное что в системе охлаждения все-таки появляется вот эта ржавчинка дима клады в которых они находятся есть какой-то перепад внутри где система охлаждения она не не заполнила я здесь ли было бы запомнить вот номер на блоке вот он с 6d 20 14 31 ну давай крутим сперва 2 потом еще два тут насколько на 12 все миниатюрное в отличие это вот я взял маленькую головочку и раз без усилий откручивают то есть я представляю если сейчас наверно начал бы их делать я бы вырвал здесь на россии ну да как рванул бы все это раньше даже сегодня же мы вспомнили да что я делал этот мать из и он потерял уже гайку да у мать из я делал до капиталил менял коленвал насос это был конечно ужас чё я руками сниму что-то резиновая штучка ну кладыш сам видел укатился как будто бля тут ну кладыш он чуть-чуть вместо до расстояния видно как он стоял то второй кладыш все но очень пишет 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 к кфм кореи так об сушен так может и упасть получится у меня просто выдавить рукой ух ты смотри такой маленький вообще поршенечек все колечки суши не заметил как кольца стояли вот она гаечка вообще не глянул так что там шейка замок замку все такая миниатюрная как на мотоцикле у меня на урале по-моему больше было шпильку толкаю он вываливается вот 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 колечки смотри получается раз замок маслосъемная 2 и 3 вот еще здесь чиркали просто сейчас эти на этих же как на и на полном но и на моторы сразу завода начинают кушать масло и разобрав их все поршня были в масле и мы видели вот такую картину то есть все замки стояли вот так вот допустим в ряд вот так вот так они все вряд стояли замки то есть и такой случае уже не один я не помню на к д и на пол но мне я не делаю эти вещи поэтому мне зачем первым кто там чего было где не может быть кстати вот эти вот сейчас ребят сколько мучаются к е к д и если бы делал может быть бы я и разобрался в этом и масло жори и в насосе потому что с дизельными же я разобрался вроде как со всеми что-то как куда надо делать заранее делать что делать чтобы поднять давление масла и вроде все работает ходит то есть доработали чуть ну вот как-то на к е и к д д душе не лежит не хочу все как надо чик вкладышек а вот здесь зелененький что там у нас зелененький 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 все зелененькие зелененькие на поршни нету ки хундахи о есть и сисисисим смотри вон киев все есть тут поэтому не знаю как можно сказать про подделку здесь на каждой детали натыкано просто натыкано что здесь тоже кстати вкладыш зелененький тут везде сплошь и рядом натыкано что это оригинал китайцы таким не балуются а если даже и подделки я видел то все вот эти отливы где выбивают или отливает они как правило неровные плохо считываются или что-то еще прекрасно крутится на каком-то на каком-то не помню стоит полукольца а по серединке что-то кольца полукольца опаньки красота да они не по центру с помощью не там должны быть не по центру стоит где-то вот на четвертой шейки что этот гидротрансформатор на автомате начинает болтать 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 туда-сюда вот так его бить 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 в итоге полукольцо которое вон там она стоит вот здесь дело в том что на многих моторах полукольцо работает как в блоке так и на бугеле то есть здесь на самой шейки но здесь сделали только там может быть поэтому и его разбалтывать он его закусывает разбивает шейку коренную то есть саму шейку и конец приходит вот он коленвал так вот смотрите видите то есть полукольца стоят только здесь только здесь получается если бы они стояли вы еще вот здесь шейки тогда бы то есть нагрузка только на один из вкладышей и вот он такой маленький узенький то есть он не выдерживает к сожалению а если бы поставили его более широкий сделали бы его еще шейки то он бы работал так лучше все прикопаться здесь не к чему на каждой детали есть свой знак качества то есть который подтверждает то что это все корейское оригинальное ну и я думаю первую очередь это глаза ваши глаза потому что подделку и прям вот если рядом поставить две и прям видно то есть вот это китайская вот это оригинальная шейки сейчас обратно вставим только чтобы не перепутать но совсем пока всем счастливо а и Продолжение следует...